Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний отрывок из Первого Послания к Оринфинам говорит нам замечательным образом, искренне, ярко, о самом главном нашей христианской вере. Вот, еще раз вам его напомню. Напоминаю вам, братья, пишет апостол Павел, коринфское общение христиан, и Евангелие, то есть радостная весть. Которую я благословал вам, которую вы приняли, в котором и утвердились, в котором вы спасаетесь, если преподаны, удерживайте так, как я благословал вам, если только не тщетно уверовали. О чем же это Евангелие? Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию, что он был погребен, и что воскрес в третий день, по Писанию. Вот самое главное в нашей христианской вере, это именно вера в то, что Христос воскрес. Не просто, что это какое-то благочестивое предание, что да, вот был праведник, такой была судьба, он несчастливый, говорит, воскрес там и так далее, а вот, что это действительно историческое событие. Событие совершенно невероятное, которое людям безумно трудно поверить. Когда апостол Павел проповедовал в афинском Ариападе, то там многие скептики говорили, ну, об этом мы в другой раз себя послушаем, не приняли. А между тем, это именно есть то самое главное, что меняет человеческую жизнь. И вот это воскресение Христа, весть об этом, имеет особую благодатную силу. Этим проникнута жизнь каждого святого, каждого праведника. И проникнута была, конечно, вся проповедь Господа Иисуса Христа, который проповедовал, как власть имеющая над жизнью и смертью, который знал об этом воскресении. И замечательные слова апостола Павла, он подчеркивает, воскрес по Писанию. То есть это не просто было событие неожиданно, а то, которое было предсказано, которое ожидалось из древней. И множество ссылок на священные отрывки и священное писание Ветхого Завета мы читаем с вами в Евангелии. Сейчас я буду их перечислять. И вот евангельский эпизод, который называется обычно «О богатом юноше». Действительно, человек, который, услышав Христа, услышав вероятную проповедь, как-то заразился духом этой проповеди, вот этой радостью, почувствовал это, и как-то понял, что надо что-то менять в своей жизни, что та жизнь, которую он ведет, она хорошая, праведная, заповедь соблюдает, все прекрасно, но что этого еще недостаточно, надо что-то другое сделать, что-то больше, чем это. Но когда Господь сказал ему, что вот для этого надо себе радикально изменить всю жизнь, продать имение и так далее, усомнился и отошел. И вот так в жизни каждого человека бывают такие моменты, когда он вдруг решает, что что-то он недостаточно в жизни делает, что-то надо в жизни действительно радикально изменить, жить как-то по-другому. Не всегда, конечно, человек меняет направление жизни, профессию и так далее, но решается что-то оставить, чтобы действительно это не было таким вот отходом, и вот этот юноша потом погрузился в обычную свою повседневную жизнь. А ведь, может быть, он мог бы стать апостолом, подобно апостолу Павлу, как неизвестившим мистиком, учителем, Господь полюбил его, убедил в нему эти данные, но отошел, потому что не хотелось отказываться от богатства, от привычного образа жизни, отошел. И вся уже жизнь дальнейшая стала такой не против Христа, но и не за. То, что в апокалипсисе сказано, ты теплый, ты не холодный, не горячий, ты теплый. Вот эта теплохладность, она-то является самым главным такой опасностью веры. Не честный такой атеизм, который резко отверцают, не может принять. А вот это равнодушие. Вроде да, вроде там принимаем, вроде все хорошо. И вот в жизни каждого человека такие моменты происходят. И поэтому так важно не пропускать их, к ним прислушаться, чтобы не идти дальше по жизни с какими-то своими грехами, всячески их стараясь оправдать. Вот происходит, что нет, вот все-таки от этого я откажусь. Кто-то решает там бросить курить, кто-то решает там бросить вино употреблять, кто-то решает, так сказать, меньше смотреть там телевизоры, не просили, что компьютеры там в интернете и так далее, и так далее. Но что-то поменять радикально в своей жизни, чтобы это действительно как-то отразилось в нас. Вот это нам важно подумать об этом. Не упускать таких моментов в нашей жизни. Потому что нередко бывает так, что какие-то происходят трудные события, наступает какое-то искушение безразличия, маловерия, что читаешь Евангелие, ну, что почти на Иисусе его знают, чего уж там читать там. Что-то там в храм ходят, ну, вот все ходят, а вот на самом деле ничего не меняется. Другие люди страдают как постоянным осуждением. Вот все не так, это не так делают, этот не так, этот не в храм пришел, да, это не то дело, это не то дело. Но я же ради Бога, я же хочу, чтобы как лучше было. И вот эти все вещи, они тормозят, мешают нашему следованию за Христом. И когда мы чувствуем момент, вот это касается наше сердце, да, Христос действительно воскрес, тогда мы все это можем радикально от этого освободиться, изменить. И тогда даже какие-то трудности, неприятности жизни, какая-то болезнь вдруг открывается, какие-то ссоры в семье, какие-то неприятности на работе, там все прочее. Но когда мы действительно веруем и живем этим, что Христос воскрес, тогда действительно понимаем, что нет, мы через это пройдем, и нас ждет вот это воскресение, ждет вот это Царствие Небесное, которое уже здесь начинается с этой радости веры в воскресение Христа. Но давайте об этом подумаем и посмотрим на свою жизнь, что в ней есть такого, о чем нам следовало отказаться, какая-то самоверенность, какая-то упрянство, ну, у каждого какие-то есть свои вещи, которые хоть что-то поменять, чтобы идти радостно за Христом. Не так просто, ну да, вот, идем там все, действительно поменять, чтобы наш путь за Христом был радостный, освящен светом Его воскресения. Аминь.